Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как похудеть, как просушиться, какие нужно питательные вещества употреблять, какую еду есть вообще нужно, как тренироваться и так далее. Первое, с чего мы начнем – питание. Питание – это самое важное, потому что без питания ничего не бывает в нашей жизни, не худеют, не набирают без питания, ничего не происходит. А самое важное, если вы хотите похудеть, то питание стоит на первом месте. Давайте разберем, что надо кушать очень подробно. Итак, друзья, многие люди, которые худеют, они просто как бы не знают, что им есть. Они думают, что если вы худеете, то есть ничего абсолютно нельзя, и вы просто должны там сидеть на такой жесткой, строгой диете, что прям просто можно умереть. Но это не так. Давайте разберем, какие белковые продукты можно есть, какие углеводные продукты и какие жирные продукты можно есть. Значит, давайте начнем с белковых – это морепродукты. Например, какую рыбу можно кушать? Это, например, речной окунь, речной окунь, хек, камбала, лещ и щука. Эти продукты рыбы содержат всего лишь 4%, даже менее жиров. Поэтому они отлично подходят для похудения. Следующие продукты, друзья, тоже белковые, которые обязательно употреблять, которые должны обязательно состоять в вашем рационе питания. Это мясо индейки, курица, даже и качки, все, которые набирают массу, которые худеют, они всегда используют вот эти продукты. Мясо индейки, курица, они содержат очень мало жиров, они калорийные, также немножко, не особо калорийные, и они очень питательные, потому что строят мышечные волокна. И также, естественно, нужно кушать яйца. Яйца нужно кушать без желтка. Оставляете желток, выкидываете его, и только кушаете вот белок, и все. Следующие, друзья, это молочные продукты. Вам можно употреблять молоко, кефир, сыры. Но в чем прикол? Здесь прикол в том, что все вот эти продукты должны содержать мало калорий и также мало жирности. То есть, есть обезжиренные, вот, творожные продукции всякие, есть кефир обезжиренный, есть молоко обезжиренное, либо с самым минимальным количеством жира. Поэтому, ребята, смотрите в магазине, какой процент жира у этих продуктов, и покупайте. Так, друзья, углеводные продукты теперь, точнее, крупы, которые можно употреблять в своем рационе. Это пшено, овсянка, гречка, перловка. Вот такие вот крупы, которые содержат не особо огромное количество углеводов и не содержат никаких жиров. Они также хорошо подходят для похудения, но их тоже нужно есть в маленьком количестве, не в огромном, конечно, там, на жирасах, как для набора массы, а маленькое количество. Для этого нужно разработать план питания и тогда по нему вот питаться. То есть, вы должны видеть, сколько углеводов вам нужно скушать, сколько белков, сколько калорий. И тогда вы будете знать, чтобы вот не превосходить вот это количество, чтобы у вас не было профицита калорий за ваш день. Потому что, если будет профицит, вы будете набирать массу, а не худеть. Друзья, следующий элемент это жиры. Естественно, жиры не нужно кушать, которые там вы можете купить в Макдональдсе. Это плохие, неполезные жиры. А вам нужно кушать именно полезные жиры. Полезные жиры содержатся в таких орешках, как кедровые, арахис, миндаль. И еще есть парочка таких орехов, которые можно кушать, которые будут только улучшать ваше пищеварение, обогащать вас полезными жирами и так далее. Вот такие орехи отлично подходят для похудения. Так, друзья, следующее это овощи. Какие овощи можно употреблять, когда вы вообще худеете? На самом деле овощи это такие штуки, которые не особо вот калорийные, которые не дают вам очень много углеводов. Поэтому практически все овощи можно кушать. Но самые ходовые это такие огурцы, капуста, кабачки, тыква и так далее. Ну, обычные вот такие овощи, которые вы едите каждый день. Последняя группа, друзья, это фрукты. Можно кушать такие фрукты, как яблоки, ананас, грейпфрут. Почему? Потому что эти фрукты не содержат большое количество сахаров. То есть, если вы кушаете там, например, груши, там, не знаю, например, бананы, в которых очень много калорий, сахаров и так далее, то это будет влиять на набор масс. А вам нужно лучше кушать всякие такие кисленькие продукты, вот которые я перечислил, тогда у вас будет идти похудение. Итак, друзья, ну вот, в принципе, все вот такие основные элементы, которые нужны именно для питания. Я рассказал вам, почему нужно именно кушать углеводы, белки и жиры. Потому что это все входит в жизни, обмен нашего организма. Короче, это все дает нам жизнь. Если вы что-то из этого не будете кушать, то у вас будут всякие травмы там, недоставать каких-то элементов, там, жиров, например. У вас суставы будут скрипеть и все такое. Поэтому обязательно нужно все кушать. И углеводы, и белки, и жиры. И тогда вы будете в полном порядке, здоровенькие, целенькие, красивенькие, и с баночкой, и все такое. А теперь переходим к тренировкам. Тренировки – это второе. Без тренировок тоже очень сложно похудеть, потому что это дополнительная трата калорий, и она очень нужна. Итак, друзья, что по тренировкам? Если вы хотите похудеть быстро, да, а не просто там на питании вывозить, вам нужно обязательно вот тренироваться так. Вы делаете кардио, вы делаете силовые тренировки обязательно, потому что и то, и то сочетание – это очень полезно и качественно. Сначала смотрите. Я советую делать, например, в начале тренировки 40 минут кардио, потом где-то полтора-два часа силовых тренировок. И тогда максимально быстро вы будете худеть. То есть примерно за месяц можете скинуть там от 10 до 15 килограмм. Такие опыты были в моей жизни. То есть люди, которые у меня покупали программы, которым я именно по такой схеме делал программы, они очень быстро худели. Максимальный результат был – это 16 килограмм за один месяц. То есть это – бам! – отличный результат, невероятный. И это реально работает. То есть примерно 2-3 часа в день вы должны активно заниматься. Примерно заниматься нужно 5 раз в неделю. То есть вы делаете 3 раза в неделю силовые кардио тренировки вместе. И, например, 2 раза в неделю просто кардио по 60 минут. Просто пробежались. То есть, например, в понедельник вы делаете кардио и силовые там на какие-то группы мышц. Во вторник вы просто бегаете целый час. В среду вы делаете кардио и силовые. Ну, поняли, да, схему? То есть и так 5 раз в неделю. В понедельник, в втором среде, в 4-5. В субботу и воскресенье тоже отдыхаете, потому что организму нужно восстанавливаться. Когда вы 3 часа бомбите, это слишком много. И организм должен восстанавливаться, потому что может быть перетрен, и это очень плохо. Потом выходить из него неприятно. Значит, какие тренировки нужно делать? Какие упражнения нужно делать, чтобы похудеть? Они должны быть высокоинтенсивные. Желательно, чтобы были с маленькими весами, много повторка. Это, например, от 12 до 20 повторений. Какие упражнения можно делать? Можно делать отжимания на брусьях, подтягивания также можно делать. Можно делать отжимания от пола. Можно сочетать их в суперсеты. Например, делайте отжимания от пола, делайте отжимания от пола под наклоном, чтобы на верхнюю часть груди было. Отжимания на брусьях в наклоне вперед. И вот такие суперсеты разные меняете. Кстати, можете увидеть такие суперсеты и вообще купить программу тренировок на сайте archomoris.com. То есть там вот, естественно, вот такие тренировки будут, и они крутые, они сочетаются друг с другом, как с питанием, так и с кардио тренировками, и с силовыми тренировками. Это все сочетается и дает вам в сумме отличный просто результат, который приносит за месяц, там, не знаю, похудение на 15 килограмм, на 16 килограмм. А в результате вы получаете идеальное тело, которое вы хотели с самого рождения. Давайте я вам покажу упражнения, суперсеты, которые можно совмещать, чтобы, вот, например, худеть. Полетели. Есть интересный суперсет такой, вы отжимаетесь на брусьях сначала. От 12 до 20 раз, потом от пола. Тоже так же от 12 до 20. Потом идете, подтягиваете, тоже от 12 до 20. Но если есть турник рядом на турнике. А потом тупо бежите. Потом обратно. И делаете снова такую же тему. Если вы вывозите такой круг, то отдыхаете 5 минут и делаете заново два вот таких суперсета подряд. Также еще одно хорошее жиросжигающее упражнение, это бёрпин. Наверное, одно из самых лучших. Делается оно так. Суперсеты вы можете придумывать сами, любые. То есть, главное, чтобы вы выматывали, чтобы у вас пульс большой был, там, больше 120. И чтобы вам сложно было, чтобы вы потели. Это самое важное. Ну вот и все, друзья. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Если все, как бы, понятно было и подробное. Если непонятно что-то, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока.